Еще раз всем поприветствую, друзья. Сегодня наша тема будет проста и приземлена. Это будут специи. Если до этого 4 дня мы говорили на тему, которая касается здоровья ума, сейчас мы перейдем не только к здоровью ума, а к здоровью телу. Но также специи не касаются здоровья ума, потому что, как мы говорили о гунах, о энергетике всего окружающего вокруг нас в мире, специи тоже имеют свою энергетику. Это вообще как живые существа. Это рождение природы, которое имеет свои качества и свой какой-то смысл своего существования. Потому что есть у растений такое качество, как называется правхава. Это вот то, что вот его назначение. И часто вот какие-то другие качества, по ним непонятно, вот почему такая правхава. Вот, например, как и у болельянки, там поддерживает сердце. И вот есть такие загадки природы. Мы должны поймать и назначение растений по ведической культуре, как раз вот быть помощниками людям, помощниками человечеству для поддержания своего здоровья. То есть, и вот я скажу, что в растительном мире, тоже как и в мире людей, то есть, есть своя градация. Есть очень простые растения, как, например, там какая-то трава, которую вот кушают коровки и растет здесь под залом. Есть короли растений. И вот как раз эти специи, о которых мы будем говорить, ну это растения, это просто растения, которые применяют как вот пряности при приготовлении своей пищи. Вот. Ну, а также основной вакцин будет сегодня сделан не на кулинарных свойствах, а на лечебных свойствах. И хочу сразу сказать вам, друзья, то, что те рекомендуемые дозы, они будут очень сильно отличаться от тех, которые мы привыкли вот употреблять просто для приготовления еды. То есть, терапевтическая доза, это может там, если мы на, мы при приготовлении там 0,2 грамма, то, если мы лечимся, это может быть там грамм, а то и 2, а то и 3 некоторых специи, вот, для того, чтобы получить именно вот такой явный целительский эффект. И специи сами по себе вот используются, ну, практически в трети препаратов, которые вот эффективные, например, в том же всем известно, чем он прав, что там их сразу, кажется, в 12 сразу. То есть, мы должны понимать, просто это, это очень сильные энергетические растения, это кладезь специй, это кладезь витаминов, микроэлементов. Это вот сильный именно правильный настрой. Если специя сатвичная, она также успокаивает не только наше тело, например, снимает воспаление, а также наш ум. Вот так. Какие моменты. Я сегодня буду много смотреть свой конспект, потому что ты всего этого не запомнишь. И для чего мы должны применять? Вот, смотрите. По юридиям из грубых причин заболевания, потому что есть тонкие причины, о которых мы обсуждали 4 дня, а они грубые. То есть, например, там нарушение питания, режима. И так или иначе, вот мы должны именно как-то вот это иметь возможность гармонизировать. И вот специи, они вот просто как носители вот этих качеств, которых нам не хватает при тех или иных нарушениях. Так, и вот простые заболевания, ну, то есть у нас, простите, пищеварение, вот выпустил мысль, то есть по юридии где-то порядка 80% заболеваний, они вызваны из грубых, они вызваны пищеварением. То есть, это не та пища, не в то время, не в том количестве, не в том сочетании. То есть, так или иначе, вот это какая-то из причин есть. Одна у большинства, у кого есть проблемы с желудком, то она разная. И такое количество болезней, мы должны понимать, что из этого количества болезней 80% можно гармонизировать просто с помощью специй. То есть, мы должны именно понять, что вот просто теми специями, о которых мы будем говорить, нужно заменить очень много разных препаратов. И я уже с этим как-то сталкивался, когда я не был так знаком с айлбедой, мне надо был желчегонный препарат, и я купил там, врач мне прописал, был рецептик, сказал, в какой аптеке купить, и я его начал употреблять, немецкий, кажется, или австрийский, я его начал употреблять, а потом открыл капсулу, посмотрел, что там, то есть, там был, ну, желтый порошок, ну, я слышал, что такое куркума, но так еще не держал. И потом оказалось просто этот экстракт куркумы, который стоит, ну, за эту упаковку можно купить там в ведро этой куркумы, образно говоря, понимаете, то есть, он просто используется как желчегонная, как противовоспалительная, как антибактериальная, то есть, и вот они описывают эти качества, то есть, которые действительно их тут, ну, ничего им не скажешь, то есть, ну, а на самом деле это простая вот куркума, которую мы обсудим первым, вот, и знаю вот в этих качествах о методах применения, а те же специи, они тоже применяются совершенно по-разному, то есть, это может быть, ну, их по-любому надо перемалывать, их по-любому надо с чем-то мешать. Одно из таких самых распространенных связующих, это является мед. На втором месте это топленое масло ги, то есть, вот с этими компонентами. Ну, также мы можем применять специи и в других условиях, ну, это может при выпечке, при приготовлении блюд, это понятно, это чаи. Вот многие не делают чаи. Вот вчера у меня тут стоял термос, а сегодня водичка. Я вот просто как на примере, то есть, вот вчера я чувствовал, что вот мне надо тепло. Я с собой принес термос, в котором было там специи, чай, специи, вот, а сегодня вот я садил в баню, чувствую, например, у меня уже этой питы, этого огня достаточно, сегодня вот мне не надо пить чай, сегодня я возьму водичку. Это вот как мы должны всегда, исходя из нашего настроения, состояния, мы должны выбирать себе все. Вот что мы пьем, что мы кушаем, какие мы асаны делаем в тот или иной момент. То есть, вот это основное, то есть, вот не быть просто, ну, вот людьми, которые, ну, вот, я должен делать вот в это время то-то, то-то. Если вы чувствуете себя, вот, если вы знаете, что вот эти симптомы обозначают, то есть, надо подходить к этому очень, очень взвешенно. Так же, вот, в кулинарии используются масалы, но мы их касаться не будем, это как вот определенные букеты этих специй, которые вот предназначены для тех или иных блюд. Ну, есть универсальная, например, гарам масала, она и в выпечке, и в чаях, и там, и рис с ней готовят, и чай с ней готовят, то есть, вот, ее можно увидеть везде. Есть тоже, вот, после того, как вы изучите, то есть, вот, рекомендую попробовать и масалы. А некоторые люди, которые, вот, пользуются специями, то есть, уже много лет, они сами для себя, вот, делают определенные смеси, которые им наиболее подходят под их конституцию. И вот, сегодня я как раз вот расскажу о самых основных, которые нам доступны, там, понятны, и которые, как я считаю, это вот, вот, те самые-самые короли-короли, вот, этого мира растений. И, узнав вот этих целебных свойств, вы каждый себе можете составить вот какой-то набор. То есть, вот, даже тот же чай, который я пью в термосе, то есть, это вот набор специально под меня, вот, куда я приехал, какое время я его буду пить, какая у меня вообще Доша, какой мой возраст даже, вот, и все. Я вот под себя, вот, что мне надо. Я говорю, вот, хорошо. Ну, и первое, первое, из чего мы начнем, это, как я обещал, это будет куркума. На санскрите она называется харидра. Ну, есть много, то есть, название у куркумы, я думаю, в каждом штате есть вот свои какие-то, там, и желтая, и прекрасная, и золотая, вот, ну, это специя, которая используется по всей, в Индии, просто повсеместно. И, кто был в Индии, тот знает, то есть, ей совершают обряды, то есть, все в ней, там, делают маски. Куркума – это одно из лучших вообще рамозаживляющих антибактериальных средств. Просто, вот, если, не дай бог, какая-то вот рама, и у вас нету, нечем обработать, например, в Индии легче найти куркуму, чем аптеки, ну, образно, или какую-то, то вот просто смесь куркумы вместе с медом просто будет отличным, и будет, или, например, имбирь, будет таким отличным антибиотиком и рамозаживляющим. Значит, одно из основных средств куркумы, она антипаразитарная. То есть, вот, всевозможные, знаете, вот, есть такое состояние у людей, то есть, вот, как бы, не на густоты меда, это может быть ложка, может быть пол-ложки. И вот, вот, вот эту смесь, например, если какие-то грибковые заболевания, многие из вас приходится мыться в каких-то йога-клубах, слушайте, ну, просто как профилактика, раз в неделю, вот, покрывайте своим вот этим составом, с куркумой. Такое очень рекомендую. И у кого есть уже эта проблема, например, там, с ногами какие-то грибки, там, на ногтях, то вот просто делать, намазывать густо, одевать какие-то кулечки, и просто, ну, и вот так вот походить хотя бы пару часов, вот, чтобы она вот густо была. Еще лучше, после, надейте носочки, на эти кулечки, носочки, все, и вот так, как можно даже в туалетник сходить, то есть оно не мешает, и вот так побыть, то есть оно очень быстро вообще, вот лечит вот всевозможные заболевания, вот все, что там на ногах, и ноги становятся такие, как у младенца, как мне один там человек говорил. И куркуму мы можем видеть, которая используется как маски, то есть куркума это одно из лучших средств, которое содержит состояние кожи, которое лечит множество болезней, болезней, состояние кожи. Почему? Потому что вот она сама по себе, вот именно при всей вот, в ней содержатся острый, горький, вяжущие вкусы. И вот, ну, вроде бы и острый есть, ну, за счет вот горького, горький вот очень сильный сам по себе вкус, он гасит пито-дошу. То есть вот до, ну, конечно, если это в норме. И вот горький вкус, он снимает, вот, всевозможные воспаления. Также, также, это одно из лучших средств против диабета. Вот, есть такой рецепт, куркума вместе с амалаком, один к одному, в равных частях. И вот, принимать, ну, вот, заметно это, что, вот, просто прибор, и, вот, приборе показывает, ну, вот, очень заметный эффект. Но вылечить, например, инсулинозависимый диабет, сразу, вот, ну, чувствую, а юбеда это считает болезнью неизлечимой, ну, то есть если уже, но с которой можно жить. То есть и поддерживать даже кровяными средствами, и в том числе, вот, есть там более средства там. И также вот контролировать и держать там инсулинозависимые диабеты, которые вот сейчас тоже распространены, потому что, и это будет только расти, потому что все эти, там, напитки, которые пьют дети и взрослые, я думал, только дети пьют, но вот, там, после последнего отдыха увидят, что и взрослые пьют эти Кока-Колы и все, что хочешь. Вот, это нормальная проблема потом в содержании сахара, который вот в этих всех продуктах. А воспаление коджелудочное тоже будет? А? Воспаление коджелудочное? Да, за счет того, что вот она понижает питу, воспаление, это вот какой-то, это панкретик, то есть вот это, любая болезнь, которая вот с тит, это говорит о том, что вышла из равновесия пита-доша. Вот, и тут вот куркума будет вот очень хорошо. Смотрите, так же, гастриты, изжоги, люди, которые склонны к изжогам, то есть у меня, когда пита-доша, у меня, я тоже к этому склонен, при изжогах не с медом надо, а с маслом, и при, вот, например, панкреатите, то есть просто, чтобы оно перемешалось. То есть само по себе топленое масло охлаждает, и вместе вот с куркумой, то есть это замечательное средство, то есть вот, которое тоже вот действует очень быстро. Вы знаете, в этом средстве, вот просто эти специи, вот если вот в том, в том числе принимать, еще раз скажу, терапевтическая доза куркумы, это будет вот в таком случае, ну, где-то от пол чайной ложки. Это вот для начала. Потом надо увеличить до чайной ложки. То есть вы должны понимать, что это не просто покрасить. Теперь вот очень важный момент, цвет специй. То есть это вообще бич, что ты не можешь рассказывать, рассказывать, потом человек пойдет на базар, там у восточного парня купит специи, а я просто как разбираюсь, я вижу, что там 90% что не продают, это мусор. То есть та же куркума, она там перемешана с мукой. И когда люди тут потом насыпают там нормальную куркуму, на вот эти базарные, и магазинные варианты, то они видят разницу. И вот тут мы, это как раз тот случай, который мы не должны жалеть на качестве специй. Обращайтесь, пожалуйста, в специализированные магазины, обращайтесь в РОСУ, в наш будильник. То есть мы, мы, знаете, мы как бы покупаем для себя и для всех сотрудников, и чуть-чуть продаем. Вот так. Все у нас так, то, что у нас есть в магазине, мы сами этим пользуемся. Как у нас дался магазин? РОСА. Да, мы в Киеве, у нас два магазина таких реальных, в самом центре Киева, на Софиевской и Михайловской площадях. А так вообще, все, кто не киевляне, можно зайти к нам на сайт, посмотреть. То есть это вот очень важно. Понимаете, тот же кардамон, он может стоить от 50 долларов на рынках, например, в Индии. То есть я там был, понимаете, там продаются миллионы сделки у мужиков, которые там сидят в коптерке, как наши охранники сидят, и у них там просто задели огромные склады, и они репут, и пачки денег по в сундуке. Вот. И вот я был на этих рынках, я видел, какие специи есть, и я видел, я вообще там для себя открыл вообще такого уровня есть эти специи. Понимаете? То есть они к нам не доходят, и вот есть вот такое, такая цена, такая цена. Это как аюрведических препаратов, то есть вот то, что вот в основном представлено, 90%, это такой как-то, это секонд-кэм, аюрведический, то есть вот. А так же вот со специями, то есть в основном люди берут вот, ну, они не разбираются, тот покупает самое дешевое, да, в рецепте есть кардамон, а какой он, как он пахнет, и то есть вы должны всегда вот проверять качество специй, то есть вы должны раскусить, понюхать ее, специи это просто источник аромата. Вы должны попробовать, насколько остро ощущается вкус, вы понимаете, то есть это разжевать там тот же кардамон или разжевать базику, это лучшее освежающее для рта, вот, например, с расходом. то есть вот должны попробовать, потому что это, поймите, специи, это, ну, не зря из-за них были войны, и не зря, вы знаете, то есть я там иногда езжу, там, на выставке антикварщиков в Великобританию, и я как-то был в одном там поместье, дорогая, под Лондоном, случайно туда заехали, и я думаю, какой шикарный вообще дворец там, какие земли, ландшафт, поле для гольфа, и я спрашиваю, кто тут живет, ну, просто интересно, все таким вкусом, говорит, это тут живут именно люди, которые еще со средних веков там торговали специями, то есть и тут вот их потомки живут, тут принадлежит полу района, вот вы должны понимать, то есть раньше, ну, вот это было очень дорого, и очень, почему оно было дорого, то есть люди не такие дурные, чтобы просто оплатить, потому что это было эффективно, при, при правильном качестве, при правильном, при правильном употреблении, когда, до или, после, то есть мы тоже об этом говорим, то есть несмотря на каких болезней, при правильном количестве, я скажу, мало что сравнится вообще по эффективности вот из таких растительного мира. Дальше, то есть вот про аллергии я сказал, это одно из лучших средств от аллергии, только вот человек бесклонный к аллергии, аллергия, то есть она как правило вызвана как, куркума также именно берет под контроль капхадошу, и вот аллергия приходит достаточно быстро. Ну а вообще это человек, у которого то склонен к аллергиям, это вот такой звоночек, то что у него в организме много инородных всяких микропредметов, которые называются ама, и просто вот организм не справляется, не справляется вообще выполнять все функции и держать амбаму, перерабатывать, и вот он выкидывает через вот такие симптомы. И как борется современная медицина, она дает таблеточку, которая блокирует эти пути, вот, мы должны понять, что внешнее проявление это просто проявление внутренней проблемы. И тут они просто перегубают этот путь, то есть проблема остается, нет никаких симптомов, нет никаких внешних проявлений, и человек думает, что ну все хорошо, а на самом деле не хорошо. То есть вы понимаете, если проследить вот этот путь, я не хочу там особо пугать, как я, вот лично уверен, то что это одна из подавления аллергии, подавления, не лечения, а подавления, это одна из причин онкологии, потому что, ну, по сути, там, там собирается вот эти токсины, ама, то есть, которые потом у некоторых, не у всех, но, думаю, у некоторых это одна из причин вот перерождения. Вот, то есть мы должны напить в десятку, а юрега это то, что вот бьет в десятку, это причину, причину вот болезни и борется вот такими путями, как питание, как режим, как урегулирование половой жизни, вот это три столпа, на которых вот держится наше здоровье физического тела и тонкого тела. Дальше. Противоотечное и противовоспалительное действие. То есть, вот, вот, за счет того, то, что оно понижает эту питу, за счет горького вкуса, за счет вяжущего вкуса, то есть, вот, вот, имеет такое действие. И в то же время, там есть чуть-чуть острых вкуса. От аллергии и какого веки? А? При каком, как оно, с маслом ги тоже так? Да, от аллергии с маслом ги. Не с медом, а с маслом ги. Смотрите, сразу почему. Вот это две вот таких основных в оймеде называется анупала. Это тот, кто связывает и тот, кто переносит, тот, кто, там, я слышал такое недавно, как вбивает, выбивает вот эти полезные вещества. И основные анупаны это мед и топленое масло. И, например, мед, он применяется больше, когда вот капха-доша, когда расстройство капха-доша мы хотим убрать. Если нам надо убрать какие-то проблемы пита-доша, то вот анупаной чаще является как раз масло-ги, то есть, которое должно быть у каждого. Тоже в гукуму там развели, ну, масло там растопили, размешали. И оно усиливает, то есть, и действие куркумы, и масла. То есть, вы делаете лекарства. То есть, если не буду говорить такие простые примеры, то есть, вот просто соединим вот эти два простых компонента, просто кулиновий, вы делаете лекарства. А как часто принимать? Ну, вот до еды. До еды. До еды? До еды. А у вас тоже в клинике есть какие-то курсы? Не знаю, какие-то. Смотрите, у нас мы ведем просветительные, мы очень активную просветительскую деятельность ведем регулярно. То есть, вот перед самым карантином, 7-8 марта, мы вообще провели первый в стране фестиваль эюбеды, где лучших специалистов украинских, для того, чтобы они рассказали, просветили. То есть, мы делаем это очень, я думаю, больше, активнее и шире, чем кто-либо другой в стране. И все это у нас записывается на нашем YouTube-канале, на наших страницах в Facebook. Я, к сожалению, уже не могу принять друзей, подписывайтесь, я все анонсирую. Самое интересное событие, много о эюбеде мы делаем. Вот на нашей YouTube-странице где-то больше тысячи видео, из них, наверное, добрая половина посвящена эюбеде. Лекция там вот пришел один из моих учителей, наш основной из лекторов Юрий Михайлович Авраменко. То есть, проблема пока сдерживание эюбеды только в том, что люди не понимают, как это применить. Одно, что я сейчас делаю, я вас знакомлю, доступно, потому что я как сам потребитель, и я не врач, и вот просто как с друзьями делюсь своим опытом, то, что пропустил через себя. а куркумина куркума отрушает? Ну, это как бы, смотрите, это уже извлеченное вещество, то есть, вообще, вот, аюбеда не рекомендуют. Вы знаете, вот, мы совсем недавно ходили с Юрием Михайловичем в баню, и мы размышляли, вот, такое вот, что люди берут, делают экстракцию, и думают, вот, ага, зачем, это же можно синтезировать. Например, такой яркий пример, это аспирин. Вот, его обнаружили вообще там из асыка, или как его любит, ну, из какого-то вот, деревца, вот, и его просто зачем, ну, там он содержался еще с веществами, которые сдерживали или где-то нейтрализовали вредные свойства самого аспирина, которые вот синтезировали ученые. То есть, мы знаем, что аспирин, мне одно время чуть себе желудок не угробит. То есть, ну, это очень опасно на самом деле, это такое вот. А природа, она сделала опасный очень препарат. То есть, его неправильно, он, ну, поднимает пит, а в природе, то есть, оно сделало вот натурально. И вот, я тоже рекомендую поэтому вот это как пример лучше употреблять натуральное. Хотя, если нет возможности, то вот тоже вот отлично куркумин. А смотрите, я читала, что куркума раскрывает свои свойства только с жирами. Это правда или нет? Как это? Только с жирами. Вот допустим, нот с куркумой это бесполезно, вот только с жиром. Если есть и жир, тогда она раскрывает свои свойства. Ну, а почему? Ну, как, чего это описывает? Не, ну, вот я прочитала, я отвечу, что у вас уточнить. Это правда? Ну, как, смотрите, то есть, это может быть, ну, если что-то не раскрывает, значит, что-то другое нейтрализует свойства куркумы. Только вот кто? Ну, вот, ну, тут нет никаких противоречий. Но мёд такие с куркумой они работают. Да, ну, такой рецепт молоко с куркумой, то есть, это, я думаю, вот это и в Индии по одной из самых популярных напитков. Есть жир в молоке, да, она раскроет свои свойства, а в мёде-то нету жира. Поверьте, действует. Действует, действует по-любому. Ну, вот, например, на раны рецепт на раны, и вы понимаете, то есть, это я вам говорю не просто там пересказывают какого-то другого лектора, который, то есть, это, ну, это текст, которому, ну, там, я не помню, ну, сотни лет, сотни лет, я не помню, Пхава Пракаша. Юрий Михайлович, не подскажете, сколько этому тексту примерно? Это относительно недавний текст, там 400-500 лет. Ну, да, ну, то есть, уже это проверенные тексты, которые тоже записали, вот, это, на, ну, вот, эти знания, которые неслись, раньше там гусно, передавались на каких-то других, там, носителях, вот, вы знаете, я часто даже в книгах метров, вот, я, вот, вам рекомендовал книги, ну, там есть 1%, вот, или 2%, то, что, ну, не совпадает с источниками, текстами, но я все-таки, вот, больше склонен доверять текстам, потому что, ну, вот, такое, например, гвоздика, у них написано, то, что вот она имеет горячую, берем, это, там, ну, свойство после переваривания, а вот в текстах написано, что имеет холодную, то есть, вот, в основном, ну, это как пример, если какие-то вещи различаются, ну, то потом, мои сомнения были по поводу других каких-то, там, растений, потому что там описаны, ну, в этом тексте описаны все растения, там, все, то есть, включая там и наркотические, включая там и не такие эффективные, вот, а потом, вначале я с ней соглашался, потом вот опыт показывал, вот, то, что тексты правы, то есть, это, это, это не просто ничей, это даже опыт, это больше даже откровение, вот, так, дальше, куркума, куркума, давайте закончим ее, так же, очень хорошо для печени, как желчегонная, вот, шикарно, вот, которые имеют, камни, полипы, вот, это, вот, очень хорошее средство. у меня у самого был, до того, как я начал там питаться, нейрологически, то есть, у меня, то есть, был полип, сантиметровый, я когда-нибудь, сделала отдельно, какую-то публикацию по поводу, было и стало, вот, и, вот, с помощью, вот, мягких, желчегонных, это не ушло, там, это был постепенный процесс, там, полтора года, с помощью мягких желчегонных, которые, я вот от него избавился, понимаете, а там уже могли говорить, там, кто-то резать, и что ты хочешь, вот, и, ну, вообще, действительно, когда он растет, это некая проблема, вот, противоотечная, я сказал, так, лечит анемию, то есть, вот, в ней содержится очень много, вот, вот этого, настоящего железа, не того, там, синтезированного, которое есть, там, некоторых витаминов, которое, там, ну, просто, и не может, там, по определению, слоиться, а тут, вот, оно в натуральном виде, то есть, вот, очень хорошо, как раз, вот, больше всего любят эти специи, как раз, вот, горячие люди, они, вот, любят себя еще больше разогревать, вот, разгонять, вот, нагревать, вот, и, ну, это, вот, приводит, вот, как раз, вот, набору, этих заболеваний, питые, которые, вот, и в том числе, сюда, вот, часто относятся, парк, и все, когда люди себя, чересчур перегревают, то есть, вот, но все равно, для питы есть специи, которые подойдут, и будут, также приводить в баланс их, это и кардамон, и пенхель, и кориандр, и вот та же туркума, все равно, они могут себе добавлять, для, вот, еще лучшего, по пищеварению, то есть, вот, просто есть, тут такие, вот, тот же пенхель, который доступен нам всем, и стоит копейки, вот, который растет у нас, на самом деле, это вот уникальная тоже специя, мы дойдем до нее, вот, она поднимает наш агни, но не увеличивает питу, то есть, вот, у нее вот такие, вот, есть, тоже вот такие легкие, мистические способности, вот, хотя, многие специи, они вот ими обладают, и капха, и капхи, например, вот, вот, и тоже тут, вот, подходит специи, то есть, она, без них, вот, не может, и масла нельзя, а это как раз, надо самое горячее, и вот, если, например, вате, надо, все-таки, там, не очень острые, и не очень много, потому, что они тоже, вот, будут поднимать вату, надо, там, более тяжелые, то, вот, капхи, должны быть острые, легкие, такой, как перец, горчица, имбирь, чеснок, и сейчас мы переходим, друзья, к имбирю, к имбирю, а можно вопрос? Да. А вот, в виде специи, там, для них, и кардамонки, вот он выравнивает, или он поднимает? Кто-кто? Ну, любая здесь специя, вы у сладких специй? Да, 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 они уравновешивают, они, они понижают, да, они понижают. Да, если пита повышена, то они приводят ее в порядок, за счет, то есть, вот, влияние горького, вот, например, в том же кардамоне, вообще содержится опять вкуса, вот, и, но, вот, какие-то вот проявлены больше, и за счет этого, вот, она, он, он хорошо смазывает, вот, и как кориандр, это вообще такие специи, которые, вот, кориандр, он приводит в баланс все три дожди, понимаете, то есть, такие вещи, тоже стоит копейки, там, ну, растет в Украине, кориандр, это семена кинзы, и, ну, если, например, даже, та же кинза, она тоже имеет лечебные свойства, то кориандр, и не вход в более концентрированной форме, такой, более усваиваемой. Так, сейчас про имбирь, поговорим. на санскрите имбирь называется шунти, у него есть очень много тоже, сейчас мы поговорим о сухом имбире, у него есть много названий, и много определений, и вот даже в этих великих текстах, то есть, оно, вот, например, называется, как и лекарство, и лекарство от всего, вот даже такие вот эпитеты ему приобретены, но мы должны понимать, конечно, это не так, то есть, как, нет такого, чтобы вообще всем-всем, даже у того же Тенхеля у кого-то будут противопоказания, но вот его диапазон, реально воздействие, и как вот правильно, если при правильном применении, то есть, он, конечно, очень впечатляет. Так, вот, он улучшает восприятие вкуса, назначает его при потерях аппетита, все, что вот связано с какими-то нарушениями пищеварения, у вата-доши, так и у капха-доши, то есть, имбирь, это их первое средство, и даже при каких-то состояниях питы, тоже вот умеренно можно, потому что вот в этом тексте, вообще про питу не сказано ничего, то есть, значит, значит, до какого-то нормального, нормального количества, то есть, вот он будет действовать на нее нейтрально, вот, он очень хорошо при всех формах артрита, вот эльматоидный артрит, то есть, это вот состояние, когда и вата, и капха, и вот на которую, вот он влияет прежде всего. Амапачева, то есть, удаляет амур, сжигает, вот, за счет повышения, вот, этого огня, огня, то есть, наш организм сам перерабатывает, вот, вот эти, старые, именно там отложения, он против слизи разной, то есть, это одно из первых таких горячих средств. Увлажняет, вот такое свойство, смотрите, за счет чего, вот, в то же время, вот, горячие такие свойства, но вот он увлажняет, потому что у него сладкий випок, или, нет, у него горячая вирия, и випок у него сладкий, да, и за счет этого, вот, то есть, это основной вкус, который проявляется, переваривание, вот, и за счет вот этого, он охлаждает, и успокаивает разные воспаления, тоже вот есть, это такая умеренная доза, увлажняет, сушит, а, вот, сушит свежий, и вот, есть еще, вот, смотрите, одно и то же растение, имбирь сухой, и сухой свежий, они обладают чуть-чуть разными качествами, то есть, вот, например, например, тот же свежий, он считается даже более активным, чем даже сухой, и, например, свежий, который вроде бы мокрый, он сушит организм, а сухой, он увлажняет, вот, есть такой парадокс, я сам когда-то, ну, по какой-то своей логике, когда вот, мне вот, не поправил там человек знающий, то есть, вот, я вот принимал это неправильно, то есть, вот, вот, есть такие парадоксы у растений, и, так, 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 не раздражает, слизистую, пошли дальше, имбирный чай, друзья, это, ну, это первое средство при простудах, никакой, там, вот эти смеси аптечные, они рядом не станут, и снова мы возвращаемся к той же дозе, то есть, если вы хотите получить эффект, а не просто вот какой-то вкус, то этого имбиря должно быть там ложка, то есть, для кого-то это будет островато, для кого-то это будет слишком насыщенный вкус, если имбирь настоящий, то есть, нет, чайная, чайная ложка, ну, так или иначе, я не знаю, как тон, я наблюдал, почему я это еще делаю акцент, потому что, вот, многие люди, они даже делают имбирный чай, они просто так там, на кончике ножа, ну, или на кончике ложки, то вы поймите, что вот это, вы уже не просто делаете себе вкусный напиток имбирный, а вы делаете для себя лекарство, и тут вот надо ложить и ложку, ну, и как вот по вкусу, лимончик, вот, ну, кто-то, кто-то и что, мед, или что-то еще, то есть, вот, в борьбе со слизью, вы понимаете, это один из бичей, вот, современного человека, это большое количество, вот, слизеобразующих продуктов, и, вот, слизь, на самом деле, это, вот, как бы, начало предыстории, и той же онкологии тоже, у онкологии нет одной причины, что вот, поэтому она проявляется в разных органах, потому что имеет разное течение, потому что причины тоже разные, и одна из основных причин, это я просто пересказываю одного из докторов, которые, у меня просто, моего близкого человека коснулось этого, и я изучал эту тему, вот, это вот как раз вот накопление слизи, и эта слизь, она может быть в человеке, даже вот, если он не полный, вы понимаете, то есть, если люди худые, но они настолько забиты этой слизью, ну, это вата, так-то, вот, они бледные, то есть, вот, которые, просто надо ее тоже выгонять, и имбирь, вот в борьбе вот с этой слизью, то есть, если вы где-то увидели застой, если вы где-то увидели, вот, например, у вас потекли сопли, то есть, у вас какие-то хрипы, не дай бог, вот, то есть, это что говорит, это избыток нерпки, то есть, имбирь одно из лучших средств для лечения, как раз, вот этих всех простудных заболеваний, так же, достаточно проявить, написано, то есть, я буду самых важных, вот, которые доступны, которые, вот, ну, по их эффекту, там, мало что сравнится, так, 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 избавляет от запоров, и запоров, и задержит мочи спусками, вот, акродизиак, укрепляет семя, улучшает голос, есть и с медом, вот тут, и я своим друзьям, которые, вот, артисты, я им посоветовал, такой простой, вот, они у них тоже свои какие-то секреты были, они говорят, вообще, сейчас, говорят, у нас, есть театр, говорят, наиболее, смотрят, вот, это реально работает, средства от тошноты и укачивания, лечит бронхиальную астму, против спазм во всем теле, то есть, за счет своего, как правило, вот, горячие, ну, горячие вообще, растения, они, вот, им свойственно снимать спазмы, но, вот, это, вот, выражено очень сильно, кашель сухой и влажный, то есть, вот, если мокрый кашель мы лечим, свежими берем, то сухой кашель мы лечим, сухими берем, при тошноте беременных, вот, еще можно добавить туда кардамон и кориандр, лечит все сердечные болезни, вот, хотя, многие из них, там, тоже имеют разную природу, есть сердечные болезни, вата, пида, капка, причины, а, тут, вот, при всех вот этих видах, вот, имбирь подходит, отеки, геморрой, метеоризм, ну, вот, такое, так, сырой имбирь, тут, он, там пишется, то, что, вот, он очень схожен по качествам, ну, какие есть различия и противопоказания у него тоже намного больше, вот, вот, в Индии, там, тот, ну, по-настоящему живет аюрведой, они вот перед, в семьях, перед едой, и это, дорогих индийских ресторанах, где приносят имбирь, и вообще, вот, рекомендуется, перед приемом пищи, пожевать имбирь, с солью, то есть, это такое, это то, что, вот, разожрет ваш огонь, и вот, для, вот, этого розжига, вот, кажется, этот сырой, как бы сырой, он больше подходит имбири даже, чем сухой, то есть, это растение, которое, вот, сильно разжигает агни, и это может проецироваться, там, не только на пищеварение, то есть, оно поднимает общий огонь, оно также поднимает, там, и, какие-то умственные способности, очищает язык горла, ну, вот, его, вот, расщепляет и синтезирует, понимаете, ну, то есть, важно не, сколько мы съели, а, сколько мы смогли переварить и усвоить, и вот, как раз имбирь, это то средство, которое помогает и переварить, и усвоить, это чуть-чуть, вот, ну, это следующий процесс, вот, и он помогает, вот, на двух этих этапах, то есть, это, ну, вот, еще для пищеварения, это номер один, вот, сразу о предостережениях, не употреблять при кожных болезнях, гемпезии, анемии, трудности при мочи и спускании, лихорадке, сухой, вот, чувствах жжения, во всем теле, то есть, вот, некоторые болезни не сопровождаются чувством жжения, у кого-то это в желудке, у кого-то это в сердце, если были болезни, ну, у кого-то это, может быть, там, половых органов, и вот, мочевыделительной системе, то есть, вот, ну, вот, при этих проблемах, свежий, не рекомендуется, то есть, вот, сухой рекомендуется, свежий нет, вот, вот, вот это вот важно вот запомнить, потому что, ну, чтобы, наоборот, себе не навредить, понимаете, вот, что такое эвербега, это знания, которые описывают, вот, все это, понимаете, потому что, вот, у нас может быть специя, но нам мало купить эту специю, нам важно знать, как вот ее употребить, и для чего, и иметь это знание, мы будем иметь очень сильный, доступный инструмент, то есть, вот, руководитель, ну, вот, я много путешествую, если что-то случается, я чаще бегу в супермаркет, ну, если это за границей, чем аптеку, для того, чтобы купить какую-то из этих специй, о которых я сегодня говорю, так, дальше, ну, вот, о кориандре, я говорил, то есть, доступный, понятный, то есть, бяжет, увлажняет, антиапродизиат, то есть, если, например, большинство специй, наверное, являются апродизиатом, то вот в этом тексте указано, что это антиапродизиат, и действительно, может быть, есть категория людей, там, тех же монаков, в практикующих, которые держат какие-то обеты, то есть, можно, это средство, вернее, это не сильно выражено, если это просто, как бы добавлять в блюдо какое-то, там, корейскую морковку, или еще что-то, вот, но, при, например, если его, там, заваривать, там, пару ложек, заразы, то, это будет, вот, успокаивать половое желание, вот так, имеет горький, острый, вяжущий и сладкий вкус, вот, четыре вкуса, в кардамоне пять, а тут четыре, ну, очень мощное, то есть, вот, в моем чае, который, вот, я вчера с термосом, все, вот, вот, он один из главных, там, вот, на данном этапе, випак сладкий, успокаивает три доши, при жаждах, жжениях, тошнотах, астма, кашель, аллергии, истощении, то есть, вот, он дает, вот, такой вот, питает наш ужас очень хорошо, бактерицидная, глистогонная, сердечная болезнь, тоже, вот, и тут, вот, когда я начинаю перечислять, то есть, вот, те качества, которые первые идут, то, вот, они идут в начале, а тут мы видим в конце, то есть, мы понимаем, что, ну, человек, который вот изучает, он понимает, что, вот, если в имбире, сердечные болезни были там в начале, то, он действует намного сильнее, а это, как, вот, просто одно из воздействий, также, вот, при, ну, сердечных болезнях, и тоже, вот, всех трех доши. Чуть-чуть, скажем о шамбале, которая вот, тоже вот завоевывает кухни наших хозяек, ну, это также пожитник, вот, на санскрите он метхи называется, и, вот, такая простая, вот, тоже недорогая специя, вот, вот, окладает такими, как отхаркивающие, устраняет капку, слизь, противолихорадочная, борький вкус, ну, вот, тоже вот, и, вот, можно использовать там, тоже вот добавлять и в напитки. Следующий будет хингу, ассоэтида, вот, ну, то есть, разговор будет идти о смоле, это вот, фирула вонючая, то есть, есть такое вот растение, и по запаху оно напоминает очень чеснок, и некоторые говорят, это как вот заменитель чеснока, там, для вегетарианцев, там, для тех, кому нельзя чеснок, потому что, ну, чеснок, он вот больше, вот, еще более активен, но сама эта ассоэтида, вот, в том числом виде, то есть, это такая коричневая смола, вот, разные, разные кристаллы, могут быть по, размеру, это одна из самых активных, и горячих специй, то есть, она имеет вот очень горячую природу, и это специя номер один, при приготовлении баковок, и в том же, в той же, например, есть такой самбар масала, одно из основных компонентов, это там является ассоэтида, то есть, вот, те негативные какие-то моменты, которые есть в баковок, как мы можем знать, там, кучи, все, то есть, вот, ассоэтида, их нейтрализует, очень-очень эффективно, то есть, вот, что еще, улучшает усвоение переваривания, ну, поднимает питом, увеличивает аппетит, лучше всего, как, при приеме, например, как терапевтическом, его вот надо в топленом масле, то есть, вот тут указание, то есть, тут даже не дается выбор, там или там, то есть, лучше всего принимать ее, чуть-чуть поджарить, и принимать именно в топленом масле, и оно будет именно чуть-чуть приятнее, потому что, может, ну, в таком чисто виде в лечебном, она может не совсем там, самая вкусная, это один из лучших спазмолитиков, то есть, оно вот тоже вот снимает спазмы во всем теле, то есть, там, начиная от маточных спазмов, до спазмов в голове, то есть, вот, очень сильное средство, убирает метеоризм, задержки глумачи, противопаразитарное, ярко выраженное, я записал, это, это, с одной из лекций, мой конспект, вини, так, может, как противопаразитарное, вы знаете, я не буду, ну, я вам точно не скажу, я думаю, ну, тут вот, по употреблению, то есть, ее надо употреблять вообще, максимум, 0,5 миллиграмм, то есть, вот, это очень активно, и, я думаю, я просто вот его не использовал, ну, вот, в таких целях, это вот просто с этим же маслом, и перед едой, ну, надо тоже, вот, смотрите, оно сильно поднимает питу, если есть воспаление, то, мне кажется, это надо после еды, вот, и небольшой, то есть, вот тут как раз, 0,5, то есть, это где-то, там, треть чайной ложки, это разовая доза, где-то максимум, так, дальше идем, черный перец, простая, понятная, и, наверное, самая распространенная специя, то есть, у наших соотечественников, у славян, вообще, знаете, мы все выросли, вот, на трех, там, перец, там, соль и лавровый листик, вот, это, это вот такой набор, все, и это классно, то есть, все, они хоть такие были, вот, и перец нам знаком с детства, единственное, что это может быть не то качество, снова, который, в котором качестве он бывает, вот, когда ты покупаешь на себя, вот, и тоже, вот, имеет очень активное действие, и, вот, разжигает огонь пищеварения, приводит капку и вату в баланс, поднимает питу, то есть, вот, при воспалительных заболеваниях его недопустимо, вот, сушит, уменьшает вес, то есть, соответственно, сушит ткани, и убирает спазмы, астму, глистогонная. Дальше, может, какие-то вопросы будут, по пищеварению, давайте сегодня поговорим, по процессе тоже, вот, задавайте, мы сегодняшний вечер, посвятили, а сколько срок годности, если есть? Знаете, нет такого момента, после которого они становятся токсичными, или вредными, нет такого, просто они, как бы всякое содержащее себе летучие вещества, оно испаряется, вот как мы не держим, например, чай или кофе, мы не держим открытыми, это вот, плотно закрывающиеся банки, то вот специи тоже, тоже надо так хранить, лучше всего перемалывать перед самым употреблением, не перемалывайте заранее, и просто надо понимать, что каждый, образно, полгода, они теряют там 5%, образно, какое-то 10 может быть, ну, просто, например, та же специя, там через 5 лет, это просто будет, ну, или надо будет ложками кушать, или это просто будет там, ну, балласт какой-то, то есть, но вредной она никогда не станет, вот, и все зависит от хранения, я думаю, если те же специи там положить в закрытую емкость, поставить в морозилку, то они там могут храниться, там, много-много лет, вот, так, мускатный орех, вот, такое, мне захотелось идем рассказать, потому что он вроде пьес, но вот очень мало людей, которые знают, вот, для чего он вообще надо, а второе, то есть, некоторых пугает, то есть, вот, рассказы о его каких-то, наркотических свойствах, но для того, чтобы получить вот этот легкий галлюциногенный эффект, который не очень приятен, я не пробовал, но вот человек, который пробовал, который съел такое количество, чтобы ощутить, говорит, ну, вообще, это неприятное состояние, то есть, ну, да, у тебя там двоица в глазах, что-то кажется, но это, это не доставляет эйфории, вот, но это очень сильно действующего, и эффективное средство, все будет, знаете, вот, все в количестве, то есть, как яд или лекарство, вырешает, вот, норма, вот, и вот, при, терапевтическая доза, как, это вот на терочке перетерли, в зависимости от там от веса, это максимум, там, полграмма, то есть, вы уже, мне сложно по ложкам, я сейчас не помню, как это выглядит, также вот в этом тексте, тут, там и описано, и конопля, и опиум, и вы знаете, вот, что меня вот поразило, вот сейчас, в Европе люди там употребляют СИБИ, то есть, это канапиноид, который не дает эйфории, но имеет там качество, так вот, я нашел, то, что в Айведе делали это СИБИ, когда брали эту коноплю, вымачивали ее в молоке, молоко потом сливали, молоко впитывало все вот эти, вот эти, вот эти психоактивные вещества, и это перемалывали эту траву, и вот и давали людям, как вот просто вот это СИБИДИ, ну, я понимаю, они в Айведе тогда нет такого СИБИДИ, то есть, вот все вот это описано, и мускатная ревь, имеет горький и острый вкус, вот горячую природу, улучшает восприятие вкуса, то есть, ну, вот раскрывает, вообще, вот, если его добавлять в блюдо, то есть, вот он еще очень хорошо раскрывает, повышает аппетит, легкий, облегчает тело, ну, хорошо для потери веса, ну, вот, если вот применять, вот, как вот в таком масштабе, так, если просто как специю, как улучшитель вкуса, то, такого эффекта, конечно, не будет, улучшает усвоение пищи, разжигает огонь, везде, и вот написано, то есть, это надо понимать, то есть, он поднимает этот огонь, не только в пищеварительном тракте, а везде, как и огонь ума, огонь зрения, антигиерийная, тоже улучшает голос, ну, не так, как имбирь, потому что в конце написано, как лекарство с медом, с медом, вот, очень хорошо для капки, вот, также вот, лечит все болезни ротовой полости, дурной привкус, дурной запах изо рта, налет, вот, убирает, борется с налетом, ну, вот, за счет того, что он повышает пищеварение, вот, поднимает этот огонь, вот, он, как-то, вот, уничтожает, опять, все плохие накопления, антибактериальный, противопаразитарный, также убирает тошноту, астму, туберкулез, речит, ну, помогает в лечении, то есть, это мы должны понимать, что, может, одним мускатным орехом, ну, не знаю, это, может, на начальных стадиях, мы можем и на, поизлечить человека полностью, но, если вот человек получает какое-то лечение, если к его лечению будет добавлен мускатный орех, то, вот, эффективность намного-намного усилится, также вот гаймориты, риниты, боли в сердце, вижу в конце, следующее, гвоздика, на санскрите она называется лаванда, она острая, горькая, легкая, то есть, тоже дает вот эти качества, которые вот описаны, мы должны понимать, то есть, если она легкая, то есть, она проецирует эту легкость на все, то есть, она проецирует эту легкость, вот это качество на все, у нас, тоже все начинает это значит, что она облегчает пищеварение там она облегчает умственные процессы очень полезно для глаз похудение улучшает зрение и как для прибора самого очень хорошо употребление терапевтической азараз от пол до одного грамма два раза в день вот тут мне кажется от конституции надо просто смотреть кому-то попробовать самому лучше всего кому-то подойдет она лучше зайдет до еды кому-то после на какую на какую область вообще вы хотите оказать воздействие не как правило это вот примерно можно для себя вот так разделить вот нижняя часть ниже пупа это зона ваты и когда мы хотим на нее воздействовать то лучше всего препараты и те же специи и ваты лучше всего на доеды когда мы хотим воздействовать на зону которая вот от нашего пупа то например примерно сосков вот там чуть-чуть ниже вот то мы должны употреблять это лекарство или эту специю во время еды вот и когда мы хотим воздействовать на зону капхи то лучше принимать после еды то есть это сюда входят и легкие это тоже орган капхи сюда входят разные вот ну какие-то нарушения которые могут быть в голове вот но это не как правило то есть у каждого препарата есть свои особенности и все равно надо прежде всего вот что врач основное это то что говорит врач потому что он видит картину в целом а не так как мы там чуть-чуть это вот если какая-то уже там серьезная проблема так-так-так-так-так ну и вот тут есть такое вот разногласие например там в книге ну не буду говорить там книге там одного там светило юридически написано то что вот у нее там ну вот что она горячая а вот в текстах традиционных написано что вот у нее холодный холодная природа Верия аппетит улучшает и вот за счет того что вот она холодная вот капку и питу она приводит в порядок а вату не действует никак ну это вот снова это в таком не выше терапевтической дозы то есть любое любое вещество биологически активное в избытке оно будет токсичное вы знаете там вот съесть там банку меда или еще то есть оно вроде бы полезен оно нанесет вред очень хорошо глазика при болезнях крови против жажды тошноты метеоризма убирает спазмы обезболивает ну и все мы знаем ну вот например ту же зубновую боль вот как она хорошо то использует но она обезболивает то есть если сделать чаек то есть она вот например от головной боли тут можно и жевать и так же делать и вот чай то есть одно из лучших натуральных средств укрепляет тело при простудах ингаляция то есть лечит отлично все вот дыхательные там заболевания бронхиты ну вот любые там простудные заболевания если я знаю там разные рецепты только как можно варить готовую специю так и можно водичное масло тоже есть то есть вот используют очень успешно ну вот эффект там после первой ингаляции как видно сразу то есть в чем красота и вот таких натуральных специй то есть ты чувствуешь эффект очень сразу ну то есть не надо там очень долго ждать очень во многих случаях кардамон ну вообще вот лично у меня это наверное любимая вот специя вот благодаря кардамону я могу сказать там одно из первых средств которое вот помогло мне там восстановить здоровье желудка и когда я вот для себя ну вот выяснил для чего больше кардамон на что он действует там на пищеварительную систему или на мочевыделительную то есть я так и не разобрался потому что он действует очень шикарно как и на пищеварение так и на все мочевыделение и вот помимо этого это еще одна из самых сатвичных специй что он делает он освежает сбадривает то есть он дает силу он энергетически очень сильный вот как проверять кардамон он должен быть зеленый то есть вот если вы видите там уже такой белый выцветший то это уже старый кардамон и наверняка там уже в семенах нет тех ароматических массов то есть основное содержание кардамона это там маленькие такие крупненькие шарики вот которые вы должны перед покупкой там в магазине даже даем пробовать для специалистов попробовать разжевать и этот запах который наполнит сразу чувствую что пробивает все праны очень сильно энергетические растения понижает очень хорошо капку кашель астма геморрой задержка хороший тоник для почек и мочевого пузыря и вот когда при приготовлении лекарств например хотят какое-то там неспецифическое для мочеполовой системы лекарственных растений направить для большего воздействия на мочеполовую систему туда добавляют кардамол потому как бы вот есть была определенная такая связь но вот доносит до назначения хорошо там вот задержка мочи укрепляет сердце противовоспалительный ну вот еще в конце вот рассказать про тенхель фенхель кто был в Индии то есть там даже если например импирь тебе поднесут только в дорогом ресторане то фенхель есть там от дорогих ресторанов до самых дешевых и там на выходе или на столе у тебя всегда стоит баночка с фенхелем ну это ну кроме таких бородяг забегалов может там такого нет так везде как раз Индия лично меня в свое время приучила к этому фенхелю я вот как человек наблюдательный я просто заметил как совсем по-другому переваривается еда после которой я пожелал фенхель вот знаете высосать эти соки потом этот шмурк выплюнуть и совсем по-другому было пищеварение и что я заметил это одна группа это группа фенхель зира и кумин тмин и кумин то есть вот в этой группе вот три но фенхель то есть если все те остальные они повышают питу то фенхель ее нормализует и вот тоже фенхель это как и каянгр он подходит для трех дождь то есть вот тоже такое уникальное растение вот я о нем кажется говорил да так что-что нет это разное это вот он такой зелененький как он должен быть конечно у нас вот его зелененького не найдешь а тоже он вот такого красивого зелененького цвета и вот когда вы его живете это просто эти ощущения наполняется вся голова это такое средство значит он гармонизирует три дожи ветрогонная стимулирующая мочегонная спазмолитическая против любых спазмов тоже несварение слабость агни ну вот и написано что усиливает агни не поднимая питу вот такое уникальное свойство какие друзья еще будут ну вот я записал вот такое количество сейчас я посмотрю может я что-то пропустил черный дмин он тоже вот то что я вам рассказал в принципе он обладает очень похожими качествами но единственное он он поднимает чуть-чуть питу то есть это не сильное влияние как кумин вот для переваривания вот например вот знаете есть такое масло черного сенья и вот его там когда в арабских странах тебе его там парят и говорят о всех болезнях и все действительно для каких-то болезней ваты то есть это действительно очень хорошее средство ну например для болезни питы он нанесет только за счет своей горячей природы она нанесет только вред вот и кумин это тоже более там больше горячие свойства и оно поднимает питу так же как и кумин и вот хорошо добавлять это в тяжелое блюдо вот кумин одна из таких специй которые вот используют одна из основных специй в плове потому что сам по себе плов это такое тяжелое блюдо я думаю тут не все его едят я его тоже 20 лет не пробовал но сам вообще помню это это сам по себе там рис жир мясо то есть вот все и то есть без специй это было бы просто ну там бомба для нашего для желудка это все переварить и только за счет врача и сказал вообще это говорит без кумина они тут заворотом кишок все бежали ну это вот то что помогает вот очень хорошо переварить вот даже тяжелые продукты и мы знаем кумин даже добавляется там и сыр какой-то и во многие во многие блюда да 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 вот чтобы не пучило видите то есть вот нас много у нас многие люди тоже пробуют помогают все но они чего-то все равно понимаете вот эта пропаганда и вот то что показывают вот эти лекарства по телевизору они превращают людей вот просто вот зомби и я говорю рабов аптек понимаете то есть вот потом когда вот человек он слышит он говорит так я как-то знал меня так бабушка лечила меня так мама лечила все вот ты сама а так сейчас вот просто при какой-то проблеме человек у него сразу там лампочка загорается что надо бежать в аптеку покупать это то есть там жри сколько хочешь но употребляй вот это средство мизин или еще что-то вот ну то есть все направлено на искажение понимаете не думать не хотят а? думать не хотят ну да то есть это банально или там смотрите тут еще знаете вот я вам свои какие-то выводы размышления на самом деле на самом деле вот как йогу не примут процентов 80 людей вот так не примут айведу и вообще вот какие-то светлые знания люди находятся в определенном состоянии сознания и они эти знания они будут наоборот некоторые когда у них будет вот это негативная и вот знаете темная природа когда они будут зашкаливать они будут даже агрессивны то есть они там будут ну вот раньше сейчас такого нет но я помню там в 90-е там какие-то гопники там где-то побили йогу просто им что-то не понравилось понимаете они будут агрессивно к этому относиться и мы должны это понять вот йога аюрведа и вообще вот весь спектр ведической культуры это как альтернатива думающим светлым людям вот которые находятся не в таком большинстве они ну а так как масса находится в таком на очень скажем обусловленном состоянии обусловленном вот этими всеми программами которые вкладывают на протяжении всей жизни то они живут по этим программам и туда действительно не пробиться не пробиться а у них да ну ничего главное вот вы приехали на фестиваль сколько вот красивых здоровых интересных людей приехало на этот фестиваль и будет становиться все больше и больше знаете вот эти знания альтернатива вот для думающих разумных и те кто не зомби какие еще будут вопросы если эти специи они активны лечебные действия проекают а многие люди вот сейчас им нравится бирный чай или чуть ли не каждый день это вообще не очень полезно ну надо смотреть вот что они от него хотят если им по конституции подходит то ну очень хорошо то есть вы понимаете это такие средства которые можно и нужно употреблять каждый день то есть у меня например ну тот же имбирь например летом я его вложил совсем чуть-чуть вот вот я делаю вот этот чай специй вот а кстати вот все что я перечислил оно все совместимо туда еще можно добавить корицу туда еще нужно добавить подъян и сделать вот такой вкуснейший чай который будет там и давать тебе энергию для того чтобы отказаться от кофе например потому что там очень сильно энергетически расти и быть очень и очень целебным я смотрю имбирь сколько мне ложить в зависимости как у меня вообще спитой то есть у меня есть вот все должно принимать сразу вот то что вот я говорю вчера я пил чай сегодня я взял с собой воду то есть я посмотрел на свое состояние и я думал пить каждый день чай имбирный то есть ну если много амы если вата капхать конституция то это да ну вообще вот пить каждый день любое вещество рекомендуется делать какой-то вот перерыв опять включился включился завершить может то есть есть источник где вот в рамах точность вот это вот то есть ну вот я сказал смотрите есть такой источник ну я его на русском языке ну или на украинском я его не знаю то есть это смотрите я был на в Индии на обучение я это записывал вот я вот сейчас делюсь с вами где это взять я не знаю ну вот как правило я был на каждую специальную я сказал сколько там какая-то должна быть да тут ну вот надо осторожность такими сильно действующими как мускатный арен как с аппетита ну я думаю черный перец никто не будет там особо сильно хотя вот например как это вот черный перец это одно из лучших глистогонов и вот если используют глистогонов то его надо в больших количествах то есть это надо где-то порядка ну даже 2 граммов за раз тоже надо смотреть чтобы была пищеварительная система в порядке ну грамма это спокойно ну вот для того чтобы подействовать до обязательно молотый все специи которых я говорил употребляются перед этим уже вот перемолотом состоянии кофемолочку перемололи смешали перемешали и съели с да 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 вы знаете то есть вата пита она у вас тоже будет меняться вы должны смотреть по себе прежде всего и она будет все равно меняться в течение дня в разных сезонах то есть вам например даже если у вас ваттапита например тот же львы вам очень хорошо подойдет там какие-то дождливые смурые времена сидят у камина будет очень хорошо какие вот основные еще моменты по пищеварению для здоровье это кушать основной побудительный мотив это должен быть наш голод мы кушаем не по времени не по какой-то диете то есть в основной это наш голод для завтрака хорошо время там образа 7 плюс-минус 7 до 9 для обеда там с 12 до до 13 30 или нужно будет где-то 6 там до 7 до 8 вот так вот это оптимальная если следовать этому всему в этих перерывах есть такое такое время например там покушать 4 часа у есть опыт я даже знаю это надо пошло это это остается тому образом до 6 часов вот на эти вещи смотреть почем а количество воды да такой вот вопрос воду надо пить когда есть жажда вот так говорит юридические тексты и так говорят о юридические врачи которым я тоже задавал этот вопрос все вот эти темы типа вот я усиленно пью через силу воду то есть это ни к чему такому кроме как нагрузки на наш организм то есть это писатель лишнее сердце качает почки лишних качают все надо проработать да там есть какой-то эффект ну типа это можно применять недолго для например выведение тех же токсинов например там какие-то ягоды или что-то вот например при восстановлении посевирусных болезней то есть рекомендуется обильная питер для того чтобы вывести токсины от этих вирусов потому что вред нам не наносят не сами вирусы а их токсины но на протяжении долгого времени то есть я сам знаю таких людей у кого-то мне удалось переубедить ну кто включил там мозги вовремя кто-то кого-то не удалось это питьевой режим это вот наш голод это вот первый первый такой показатель носить с собой бутылки и там пить там есть вот там знакомы там выпивая там стакан там через каждые там 20 минут или 30 минут ты не знаю но это часто происходит не очень хорошо и вот излишек воды когда ее очень много то она не гасит до какого-то момента на кассе питу а потом когда ее очень много то она вот вот я как бы его очень повышает ну это не эффективно скажем так питьевой режим у каждого индивидуален летом зимой осенью то есть не бывает такого что я и вот жажда организм сам знает и вот очень важно если мы о воде то воду лучше пить чтобы у вас было в рационе чистая вода не чай там там не лимонад и еще что-то вот обязательно хотя бы пару-тройку стаканчиков у вас должна быть чистая вода без ничего вот такие вот еще рекомендации но вода сама по себе это такой вот мистический не продукт первый элемент который при правильном приготовлении он тоже может быть целебный и есть в аюрведе такое как например вот аюрведический кипяток то есть очень долго воду кипят то есть это минимум час там рискок юрий михалович не подскажете сколько вот час полтора вот и она это вода она обладает вот этими качествами огня она вот очень хорошо выводится крышкой желательно с открытой я думаю не обязательно тот сам факт что она просто кипела а так как вот ну не сильно кипела просто это пик да ну вот и за счет этого она под и очищается организм для того чтобы для чего надо смочу а так просто не будет куда вот садить эти все элементы не сразу мы смотрим то есть что такое сон какие намерит качество и мы понимаем что соль она горячая она тяжелая она маслянистая смазывает и вот например в той же капхи это вообще не допустимо то есть она сразу будет застойное явление повышать той же пике она тоже не возместить она недопустимо потому что она будет повышать питу за счет своих горячих свойств а вот соленая вода вот для ваты будет хорошо и вот то что вы говорите это просто один из методов кого-то вот человек который вот попил соленую воду вата конституции ему стало классно а если у разной системы там попить соду одни соду пьют другие уксус пьют и кому-то одно из ложь это действительно поможет но двум остальным это может быть нейтрально а третьему нанесет только вред и вот в этом примере то есть если это вата тоже вот и подсоленная вода которая дает и тепло и тяжесть люди вата душа она легкая и сухая вот это будет вот таким антидотом будет помогать кому сода подходит вот смотрите вот в том виде которым принимают люди вот как бы она как бы пищевая но я не собственно кто это я знаю что вот кто вот лечится соды есть они покупают соду не магазине а специальная специальная какая-то сода а вторых то есть что она она понижает кислоту а кислота повышает питотошу повышает огонь в теле и соответственно для людей у которых есть какие-то воспалительные заболевания питотоши то есть она будет как бы до какой-то берегу не подходит вот питотоши есть вот при каких-то вот воспалительных заболеваниях то есть она действительно может быть но вот это я просто вырую свои догадки вообще вот как бы в аювере сода не описано и лечение соды просто по логике вот зная вот эти принципы и о качество тех или иных продуктов или средств вы сможете сами просто вот уже дальше понимать как она влияет как это окажет какое влияние на меня что мне прежде всего сейчас надо именно в этот момент мне надо было тепло или не надо холод мне надо смазать тело или наоборот его суши вот вот это основа и вот к этому я вас друзья под подвожу изучайте аюрведу вот заходите на на наш youtube-канал росателли на наши скакки тут росателли росателли в 2013 году я открыл самый популярный русско-украинско язычный портал посвященный аюрведе и восточной медицине росателли там нам заходит там по 100 по 200 тысяч человек каждый месяц и мы там будет все статьи новинки вот все что связано с аюрведой и с йогой тоже вот мы вот партнеры этого фестиваля тоже им помогали продвижение вот так вы сможете узнавательно много такого вот на росателли на самом портале но больше такой популярной форме достаточно то что я вам говорил это достаточно научно без лишней воды на нашем youtube канале то есть там в основном и интервью и лекции уже который вот для тех людей которые хочет углубиться не просто там знать о пульсах а который захочет себе на помощь серьезно и просто вот разбираться вообще происходящее и вот этот кругозор у вас расширится не только касаемо еще своего здоровья вообще то есть и психологии людей и устройства грубого мира ну и много чего узнаете нового спасибо друзья что спасибо